Всем привет! Меня зовут Галя и в этом мастер-классе, который будет состоять из двух частей, хочу показать вам, как можно сделать красивую, очень милую зимнюю композицию из бисера. В этой части я покажу, как сделать центральный цветок для композиции, а также дополнительные элементы в виде веточек. Приступим к зимней композиции. Основным акцентом будет являться цветок. Цветок я буду плести из основного розового оттенка бисера с перламутровым небольшим отливом. Также нам понадобится обычный прозрачный красный бисер и бисер прозрачный, тоже с перламутровым отливом, из которого мы плели хрустальные веточки. Также понадобится проволока 0,4 диаметра. От проволоки 0,4 диаметра отрезаем небольшое количество проволоки. Сантиметров 25, думаю, будет достаточно. И выделяем осевую и рабочую проволоку. Осевую проволоку оставляем где-то сантиметра 4 и делаем прокрутку. Вот так должно получиться осевая рабочая проволока длинная. На осевую проволоку набираем 1 см красного бисера. 1 см и 1 см розового бисера. Пусть набрана. Такая последовательность получается. На рабочую проволоку набираем красный бисер чуть меньше, чем на оси. На одну бисеринку меньше, чем на оси. И добираем, чтобы завершить первую дугу, розовый цвет. Проплетаем заостренный верх округлый нит. И аналогично на второй стороне. Набираем розовый бисер. И заканчиваем первую пару дуг красным цветом. Далее проплетаем еще 3 пары дуг в такой же последовательности. Но на каждой последующей дуге красного цвета становиться должно все меньше, меньше и меньше. Проплетаем еще 2 дуги. 4 пары дуг закончены. Красный и розовый бисер нам уже не нужен. И пятая пара дуг проплетается прозрачным бисером с перламутровым отливом. Заканчиваем. Отрезаем основание петлю. Прокручиваем осевую проволоку. Также отрезаем. И кончик загибаем на изнаночную сторону проволоку. Итак, нам понадобится 5 таких лепестков. И 3 лепестка проплетаются по аналогичной последовательности. Только на ось набираем уже не 2 см, а 1,5 см. Эти листочки чуть-чуть будут меньше, чем вот эти. Для сердцевины цветка также берем отрезок небольшой проволоки 0,4 диаметра. И нанизываем на проволочку сначала прозрачный бисер. Где-то сантиметр нам понадобится. Далее розовый бисер. 3 я набираю. И также 1 см прозрачного бисера. Такая последовательность цветов бисер получается. Скручиваем в петлю. Так, чтобы розовый бисер оказался на макушке, на верхушке петли. Вот так. Проплетаем дальше еще некоторое количество петель. Вот такая гармошка петелек у меня получилась. Здесь у меня вышло 13 петель. Теперь эти петельки формируем в сердцевину цветка. Вот таким образом просто скручиваем их в рулетик. Проволочки скручиваем. Вот такая сердцевина пока получается. Дальше мы ее распрямим. Теперь к сердцевине присоединяем 3 маленьких лепестка. Это те лепестки, на ось которых было набрано 1,5 см бисера. И с зонаночной стороной прикрепляем к сердцевине. То есть лицевая сторона будет смотреть вниз. Соединять буду с помощью отрезка проволоки 0,3 диаметра. Далее присоединяем 5 лепестков. Изнаночной стороной к низу, лицевой к верху. Вот таким образом. Ориентировочно в шахматном порядке. Между маленькими лепестками. В такой последовательности. В последствии нам нужно этот цветок будет, наверное, посадить на небольшой стержень. Поэтому я его посажу прям так же. Зафиксирую проволокой. Там все равно это видно не будет при сборке композиции. Прям вот так вот примотаю. Где-то сантиметров 10 оставлю. Остальное кусачками отрежу. Теперь остается только придать форму цветку. Такой цветочек должен получиться. Также для композиции нам понадобятся маленькие листики, которые будут в дальнейшем собраны в небольшие маленькие веточки. Будут они зеленого цвета. И окантовка будет того же прозрачного с перламутровым оттенком бисера. На кусочек проволоки небольшой. 20 сантиметров достаточно. Ноль четвертого диаметра выделяем осевую также и рабочую проволоку. Выделили. Теперь на осевую проволоку набираем 1 сантиметр зеленого бисера. Далее на рабочую проволоку набираем зеленый бисер и проплетаем одну пару бубок. Заостренный верх, заокруглый низ. Далее на ось набираем 3 добавочные бисеринки того же цвета. И проплетаем еще одну пару дуг заостренные верху за круглый низ. Далее на ось набираем 3 добавочные бисеринки того же цвета. Далее на ось набираем 2 добавочные бисеринки перламутрового оттенка бисера. И проплетаем еще одну последнюю пару дуг. Проволочку заматываем. Основание петли разрезаем. Поматываем и отрезаем также осевую проволоку. Оставляем небольшое количество проволоки. Загибаем на изнаночную сторону листа. Вот такой листик получается. Далее нам понадобится серебристый оттенок тейп-ленты. И у каждого листика ножку обматываем этой пейп-лентой, маскируя проволоку. Ничего страшного, что она такая длинная, так как нам нужно собрать веточку. Возьмем самый длинный листик с длинным хвостиком и будем формировать веточку. Вот это будет вершина ветки. Прикрепляем с боковой стороны еще один листик. С помощью этой пейп-ленты приматываем листики, формируя веточку. Старайтесь каждый последующий листик накладывать не сбоку, а прям наверх. И тогда стебель будет более аккуратен. Здесь я заканчиваю, но мне нужно продолжить веточку, так как мне нужно будет длинная ножка у этой ветки. Поэтому я прикрепляю дополнительно тержень. Прям тейп-лентой. В итоге получается вот такая веточка. Каждую ножку листика поднимаем кверху. Смотрите. Кверху, кверху, кверху. И издаем такой кривоватый вид. Эта ветка должна быть немножко наклонена влево. Изогнули веточку пока так. Листики впоследствии в композиции тоже будем придавать им отдельную форму. Такая одна веточка. Таким же способом. Следующая веточка будет состоять из уже трех лепестков. Тоже таким же способом собираем. И эта ветка должна быть изогнута в правую сторону. Вот. Одна ветка и вот такая маленькая веточка, которая состоит из двух листиков. Она вот такого плана. В итоге мы плетем десять таких листиков, из которых получается три вот такие веточки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА